Менгрелы. Загадочная форма грузин. Формально считается, что в Грузии живут в основном грузины, ну и всякие нацменьшинства. В принципе это так, вот только грузин грузина рознь. Грузинский этнос неоднороден и представлен различными субэтносами. Сегодня поговорим о менгрелах. Сейчас их записывают как грузин, однако, если память мне не изменила, где-то в начале прошлого века их считали отдельным народом. В общем-то, можно придерживаться обеих точек зрения, поскольку менгрельский язык очень близок к грузинскому и одни считают его диалектом последнего, а другие параллельной ветвью картвейских языков, которая необычайно близка к грузинскому языку, но все же может считаться отдельным языком, а не диалектом. Парадокс. Но, несмотря на это в Грузии часто говорят, что менгрелы произошли от хазар иудеев, которые бежали на территорию Грузии после разгрома хазарского каганата русами. Мне странно это слышать, поскольку не так уж много было этих хазар иудеев, да и никаких следов, что они направились именно сюда, не имеется. Зато имеются сведения о менгрелах, существовавших за много веков до того, как каганат был уничтожен. В языке менгрелов нет ни семитских, ни тюркских примесей, да и их облик типичен для местного населения. В общем, похоже, это какие-то антисемиты и антименгрельцы басни рассказывают. Между тем известно, что корни менгрелов уходят еще в легендарную Калхиду, которую они сами, правда, называли другим словом. Где-то в первом веке нашей эры они познакомились с христианством, только особой рьяности в деле спасения души они не проявили, активно смешивая его со своей прежней религией, зороастризмом. После этого им решили пособить, и к четвертому веку новая вера все же утвердилась на менгрельских землях. Мингрелы с давних пор тесно взаимодействовали с другими народами Грузии и проявили себя как отчаянные и даже свирепые воины. В культурном плане они мало чем выделяются на фоне других горских народов, и отличить их по виду будет очень непросто, во что бы они ни были одеты. Традиционная одежда такая же, как и у других горцев. Современная одежда такая же, как и вообще у всех, кто знаком с цивилизацией. Мингрелы вообще прекрасно встроились в современную жизнь, и узнать их легко по их специфическим фамилиям, которые оканчиваются на «е». Ну, типа как Георгий Данелия. Хотя, разумеется, это далеко не единственный великий менгрел. В общей сложности менгрелов относительно немного – 1500-600. Причем чуть ли не половина из них обитает в России. К счастью, вторая половина пределов Родины не покинула и продолжает жить на Родине. Свой язык они знают и хранят, несмотря на то, что письменности он не имеет и очень похож на грузинский и на абхазский. Языковеды утверждают, что выделился он примерно в начале VIII века, так что это обстоятельство тоже работает против сторонников хазарской гипотезы. Естественно, менгрельская культура высоко чтит красноречие, ну, какой горец беспышных и красочных оборотов. Но вместе с тем, нужно уметь соблюдать определенную грань, чтобы не превратиться в пустослово. Культ старших интересен еще и тем, что согласно менгрельским поверьям, оказание почести старикам повышает вероятность прожить долгую жизнь. Правда, сами старики этим не пользуются и не слишком вмешиваются в дело молодежи, видимо, считаем, что чем меньше они будут лезть в дело молодых, тем больше почестей получат. Что ж, вполне разумный подход, и все довольны. И, разумеется, нельзя не упомянуть менгрельское гостеприимство. Вот только гость должен учесть одну важную особенность – его сытно накормят. Только кормить будут не полуфабрикатами из супермаркета, а, скорее всего, домашней пищей. А она у менгрелов не просто острая, а очень острая. Острая даже по меркам весьма пряной Грузии. Так что будьте готовы покинуть дом менгрела, чувствуя внутри жар и пыл настоящего горца. Если вам понравилась статья, ставьте палец вверх и подписывайтесь на канал. Оставайтесь с нами, друзья. Впереди ждет много интересного. Продолжение следует...